Шпильманы С ростом городов связано постепенное оседание шпильманов и организация городских музыкальных цехов. В числе самых ранних – братство городских музыкантов Вены, созданное в 1288 году. Последняя цеховая организация шпильманов в Австрии существовала до 1782 года. Иглоногая сова – птица семейства настоящих сов. Размером с голубя, голова относительно маленькая, лишена перьевых ушек. Пальцы ног покрыты редкими толстыми жесткими волосками, похожими на иглы. Окраска оперения спины темно-бурая, брюшной части – бурая с белым. Иглоногая сова – это ночной хищник. Ее полет настолько стремителен, что она ловит на лету летучих мышей. Питается такая сова насекомыми и мелкими птицами. Это перелетная птица. В России обитает в Уссурийском крае, улетая на зиму в страны Юго-Восточной Азии. Иглоногие совы гнездятся в дуплах деревьев, откладывая 3-4 яйца. Эта редкая птица занесена в Красную книгу. Фермуар. В переводе с французского – «запирать». Это застежка-ожерелье, часто большого размера, украшенное драгоценными камнями. Фермуаром также называли и само ожерелье с подобной застежкой. Застежки на альбомах, книгах, дамских сумочках тоже носят название фермуар. Ярл. В Скандинавии, в раннее Средневековье, это знатный человек. Слово «ярл» соответствует англосаксонскому слову «эрл». После образования государства, ярл – глава области или ряда областей, подчинявшихся непосредственно королю. Дольше всего титул ярла держался в Швеции, где в XII-XIII веках давался главнокомандующему на море, занимавшему по положению второе место после короля. В конце XIII века титул ярл был вытеснен титулом герцог. Шиншилла Шиншилла – млекопитающая отряда грызунов. Шиншилла по общему облику и размерам, длина ее тела около 25 см, несколько сходна с белкой, но имеет более длинные и широкие уши. Мех у шиншиллы мягкий, густой и длинный. У некоторых шиншилл длина волос на спине достигает 4 см. Мех шелковистый, красивого, жемчужно-серого цвета. Высокая ценность этого самого дорогого в мире меха привела к тому, что к началу XX века шиншилла была почти полностью истреблена. Она обитает в горах Чили и Боливии, Высокогорье. Живет в норах и расщелинах скал, образуя большие колонии. Активно в вечернее и ночное время, хорошо лазает по скалам. Шиншилла питается различными травами и насекомыми. Близкая к шиншилле, большая или короткохвостая шиншилла, также имеет мех высокого качества, но не столь ценный.